Фан-сообщество Вселенная Ведьмака ВКонтакте Ведьмак 3, ну, без сомнений, отличная игра Лучшая, я бы даже сказал И для многих то, что я сейчас скажу, покажется незначительным Ведь за их спинами уже 3 или даже 30 перепрохождений Всем остальным же приятного просмотра И первая причина для перепрохождения Ведьмака Это общая целостность истории Последний патч вышел примерно год назад Последнее обновление полтора А первые две игры и цикл рассказов так и еще раньше Не упустите возможность узнать историю целиком и в хронологическом порядке Сначала прочитайте книжную предысторию Потом пройдите первого, второго и, наконец, третьего Ведьмака Узнав всю историю Белого Волка Ведь по заверениям разработчиков, ныне она закончена Поверьте мне, зная книжную предысторию и истории первых двух игр Ведьмак 3, вы сможете раскрыть более полно Повсеместно встречая различные отсылки к прошлым произведениям И более глубоко понимая сюжет и мотивацию персонажей Более того, не упустите возможность правильно пройти третьего Ведьмака Делая выборы, аналогичные выборам Геральта Либо на ваше усмотрение, а оно у вас после всей предыстории явно будет Либо можете посмотреть мой ролик о правильных выборах Геральта Ссылку на этот ролик я оставлю в описании Пройдите дополнение Каменное Сердца Но до того, как отправитесь за Цири на Остров Тумана И начните дополнение Кровь и Вино уже после того, как пройдете основной сюжет Я бы сравнил это, ну не знаю, с пересмотром сериала Когда все его серии и сезоны уже вышли Думаю, самое время это сделать и с Ведьмаком Ну, а если вы и так знаете всю историю целиком И уже отыгрывали правильного Геральта То самое время сделать из него НЕ правильного Геральта Убивайте, когда можете спасти Отбирайте последние деньги Не превращайте Егошу в Чура Выберите другую чародейку или спите с обеими Никого не щадите Приведите к власти другого короля Севера и правителя Скеллиги Поверьте, разработчики Ведьмак 3 не поленились прописать разные вариации вашего поведения И вы сможете испытать действительно новые впечатления от моментов Которые ранее упустили И в этом вам, в том числе, поможет новый билд Если коротко, то билд это то, как прокачан И то, во что одет ваш персонаж Многие могут удивиться, но вариаций вашей прокачки А значит и стилей боя, ну очень много Будьте магом и превратите свои мечи в ненужный кусок металла Или станьте дальнобойным охотником на чудовищ Максимизировав свой урон от бомб и арбалета Превратите Геральта в представителя другой школы Используя их уникальные особенности броню и мечи Не забывая про отыгрыш в поступках Или просто станьте сильнейшим фехтовальщиком Убивающим все на своем пути практически одним взглядом Или в рамках правильного прохождения Отыгрывайте реалистичную прокачку ведьмакам Я специально для вас разобрал уже более 30 билдов Вам остается только выбрать один из них или попробовать все по очереди Помимо новых поведенческих выборов и прокачки Я уверен, что вы упустили очень много при своем первом прохождении ведьмак 3 И нет, я не говорю про дополнения или квесты, которые вы просто не выполнили Если вы их не прошли, то этому стоит посвятить свое ближайшее свободное время Я говорю о скрытых местах и квестах Которые тут и там разработчики припрятали по всей земле ведьмак 3 И поверьте, квест с говорящей платвой это только один из тех, которые лежат на самой поверхности А вместе с выполнением новых квестов и посещением новых мест Вам скорее всего заодно попадутся и новые сундуки С иногда весьма и весьма интересным лутом Так что держите карман шире и не моргайте Чтобы вновь что-то не упустить и не перепроходить еще раз Ну а если вы, как например и я, успели пройти не только игру один раз Пройдя и открыв все, что только можно, но и перепройдя ее по другому пути То у меня для вас есть кое-что другое Это моды Скажу сразу, ведьмак 3 отлично ощущается и играется без модов Этой игре они не требуются Она отлично смотрится, слышится и играется Но когда ты ее уже прошел, можно и чуть-чуть поэкспериментировать с модами Например, сделать Геральта не беловолосым подкачанным мутантом, а черноволосым качком красавцем Можно поэкспериментировать с внешностями Йен и Трис Или например, с общим освещением или текстурами игры Ну так, самую малость Для самых отпетых укурков, как я, могу посоветовать попробовать поставить и вовсе глобальные моды Изменяющие игру по всем параметрам сразу, в корне меняя от нее ощущения Например, на стримах мы периодически проходим Ведьмак 3 с глобальным модом Школа Платвы Кстати, о всех модах, которые я сейчас упомянул, есть видео, на которые я оставлю ссылочку в описании На всякий случай Но на самом деле модов куда больше Например, можно превратить Навиград в зимний город, а скеллиги в пустыню Все это есть на сайтах, посвященных модификациям Таких как англоязычный Nexus Mod или русскоязычный Mod Games Ну и на всякий случай на видео, как устанавливать моды, ссылочка тоже будет в описании В конце концов, Ведьмак 3 это просто хорошая игра Мы иногда пересматриваем крутые фильмы и перечитываем отличные книги Просто, чтобы насладиться хорошей историей Ведьмак 3 это просто хорошая игра Настолько хорошая, что по большому счету не привнеся в жанр ничего нового И имея ряд минусов, она все же считается одной из лучших игр десятилетия Причем не только в рамках RPG А не пройти такую игру еще раз Просто, чтобы насладиться ее забавными и эмоциональными моментами Ну, я не знаю Это просто грех Если у вас есть еще причины перепройти игру Напишите, пожалуйста, их в комментариях Возможно, таким образом вы поможете кому-то еще раз наслаждиться этой игрой Или вовсе смотивируете поиграть в нее впервые Я же на этом заканчиваю Всем спасибо за просмотр Если видео вам понравилось То стоит поставить ему лайк и подписаться на канал Также хочу напомнить про новый проект в Телеграме Записки старого Ведьмака Где Геральт каждый день описывает свои приключения и переживания Например, недавно он выполнил достаточно сложный заказ на Лешего И сейчас отправился к Неннеке Чтобы залечить полученную во время боя рану Ссылочка на записки где-то в описании А мы же увидимся уже в следующем видео Но пока на этом Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok